Одна голова хорошо, но целый форум лучше. В Сочи стартовал РИФ-2019. Представители всех субъектов страны, делегаты 56 стран, бизнесмены, инвесторы, экономисты, там же присутствует большая крымская делегация, которая представит достижения республики за последние пять лет. Как этот форум скажется на дальнейшем развитии полуострова, обсудим с нашими гостями. В студии Светлана Солдатова, бизнес-консультант, управляющий партнер консалтинговой компании Игорь Китаев, экономический обозреватель. Господа, добрый вечер. Скоро Крым сам примет очередной Ялтинский юбилейный экономический форум. Но зачем два таких крупных мероприятия, по сути, в одном субъекте? Или Ялтинский форум будет принципиально отличаться от Сочинского, Игорь? Ну, как говорится, больше форумов, хороших и разных. Дело в том, что каждое такое инвестиционное мероприятие, оно несет скрытый смысл. Это привлечение инвестиций, это определенный репутационный вклад в развитие той или иной территории. И вы должны понимать, что, скажем, экономическому развитию, росту ВВП всегда предшествует какая-то сделка. Инвестиционная сделка. О том, что кто-то с кем-то договорился о строительстве, скажем, завода, предприятия, или какой-то крупной сельскохозяйственной ферме, или кто-то вложился в туризм. Для того, чтобы было развитие, необходимо, чтобы проходили подобные форумы. Ведь вы знаете, что на всех этих форумах заключается многомиллиардная сделка. О том, что будет произведена какая-то инвестиция, построен какой-то инфраструктурный объект. Вот, например, всем известный аэропорт, реконструированный в городе Симферополь, соглашение о его строительстве было заключено именно на Ялтинском международном экономическом форуме. Таким образом, эти форумы вещь очень полезная. Мы знаем, что есть Восточный экономический форум во Владивостоке, есть в Питере Санкт-Петербургский, есть в Ялте Ялтинский экономический и вот Сочинский. Поэтому все это очень позитивно сказывается на развитии нашей экономики. Слава, действительно, несколько функций одновременно преследуют подобного рода мероприятия. Но что в них больше, экономического или все-таки политического смысла? Это такая специфическая смесь, когда мы понимаем, что с одной стороны это клуб, клуб, в котором представлены конкретные личности, представлены результаты, представлены будущие перспективы. И с другой стороны, как сказал уже Игорь, это огромный потенциал для развития и возможности улучшения экономики. Я хочу сказать, что каждый такой форум, он позволяет подсветить достижения региона. И поэтому, конечно, с учетом, что Крым совершенно недавно стал российским, это очень целесообразно проведение, чтобы показать, как меняется регион и какие его территории могут служить инвестиционными площадками. То есть, по сути, это большая такая вот рекламная компания, да, 8800 квадратных метров, если я не ошибаюсь, выставочных павильонов. Игорь, а что Крым представит на них, да, вот кроме традиционной курортной, курортно-оздоровительной отрасли? Ну вот я к этому хочу добавить то, что этот форум еще и возможность встретиться и пообщаться. Великий инвестор Уоррен Баффет, он разработал критерии инвестирования, покупки акций тех или иных компаний. И среди этих критериев есть следующий. Вам должен нравиться менеджмент той компании, акции, которую вы покупаете. А подобная форума, это и есть возможность встретиться инвестору, кошельку с ушками, с директором той или иной компании, которая ищет инвестиции. И именно так и происходит. А что касается вашего вопроса относительно того, какой потенциал есть у Крыма, то, разумеется, это не только туристическая сфера, хотя она является самой известной и раскрученной. В Крыму сейчас активно развивается и промышленность, и сельское хозяйство, увеличивается площадь пахотных земель, развивается садоводство, виноградорство. И это тоже основа наполнения нашей житницы, нашей казны и так далее. То есть, подобный форум, он позволяет нам еще раз напомнить о том, что у какого-то района, естественно, есть некая специализация. Допустим, Краснодарский край, это туризм. Крым, это туризм. Однако, не все знают, многие забывают о том, что Краснодарский край, это еще и промышленность, это станкостроение, это сельское хозяйство. И то же самое Крым. И это подобный форум, возможность об этом заявить и находить инвесторов именно в этих расширенных направлениях. Но если мы говорим о полуострове, все-таки это в первую очередь курортно-оздоровительная сфера, потому что сельское хозяйство, оно сейчас только возрождает. Его пытаются только возродить. Что у нас еще из такого? Какая промышленность, Игорь? О чем мы говорим? Север Крыма, это большая химия, это Красноперекопский завод, бром, крымский содовый, это известный титан, это кораблестроение. Это то, что было всегда. А мы сейчас говорим об инвестициях, о развитии отрасли, новых направлений каких-то. В этом случае ничего нового нет. В свободной экономической зоне уже 1300 предприятий, из них примерно половина это новые бизнесы, которых не было раньше. Светлана, может я чего-то не понимаю, но конкретно мы говорим, мы часто видим новость о том, что подписали ряд соглашений, что очередной инвестор пришел в Крым, что мы сотрудничаем с тем, с тем, с тем. А по факту, действительно, какие достижения? Потому что мы об этом слышим, а на прилавках я бы не видел, что что-то особо новое, крымское появилось. Мы должны понимать, что с момента, когда будет подписано инвестиционное соглашение, до момента, когда мы заметим результаты реализации инвестиционного проекта, иногда проходит десятилетие. То есть сейчас, наоборот, все идет достаточно ускоренным темпом. Мы не должны забывать, что один из интересов развития в Крыму – это инфраструктурные проекты. Часть таких проектов финансируется государству, а часть требует как минимум государству партнера частного инвестора. С другой стороны, на любом форуме заключаемые сделки, они, возможно, носят рамочный характер и требуют потом определенного времени для заключения уже непосредственно контракта и реализации. Ну и мы не должны забывать, что мир очень сильно поменялся. Сейчас, например, одной из приоритетных сфер инвестирования является сфера коммуникаций. И когда мы говорим о развитии в Крыму, то на сегодняшний день в Крыму уже существуют и действуют и производят свой продукт кластеры. То есть один из элементов развития экономики – это возможность создания кластера вокруг ядра. И на сегодняшний день есть и сельскохозяйственные примеры уже, и то, что мы говорим, информационных технологий, кластер. То есть все это работает, но мы должны понимать, что от того, что год назад завершился форум, подписанный контракт, и не всегда, как вы выразились, на прилавках, мы можем сразу найти результат. Ну, Светлана, если вы бизнес-консультант, вы работаете в этой отрасли, консультируете людей непосредственно по этому направлению. Свободная экономическая зона, да, Игорь отметил, должно быть большое количество бизнесменов. Вот среди них есть такие, которые там пришли, понравилось, соглашение предварительное подписали, а потом покрутились в нашем, так сказать, водовороте и передумали. Как правило, инвестор, если он выходит уже в рамочное соглашение, то он уже провел предварительную оценку, и все-таки такой проект будет профинансирован. Но, конечно, отказы инвестора могут быть, и, как правило, это связано с вот с каким фактором, что часто бизнесмен, составляя бизнес-план, просто приукрашает те результаты, которые может принести реализация этого проекта. И тогда проведение экспертизы, которая предшествует обязательно заключению договора по инвестированию, она показывает, что здесь завышены результаты, а значит, их достичь будет просто невозможно. И тогда инвестор отказывается от подобных контрактов. Но если говорить на уровне государства, при поддержке именно, когда это связано с действиями правительства, то, как правило, эти проекты уже прошли экспертизу, и таких отказов не будет. Игорь, если говорить о механизмах государственно-частного партнерства, это то, как раз о чем вы только что начали обсуждать эту тему, для достижения национальных, по сути, целей, для необходимости развития региона во всех направлениях, это партнерство крайне необходимо, по сути, это симбиоз. Но, тем не менее, на форуме в Сочи эту тему тоже активно обсуждают, и в том числе государственно-частному партнерству на среднем уровне, так скажем. Это когда администрация города сотрудничает с предпринимателями. Но где гарантия, что это не превратится в добровольно обязательное партнерство? Выскажу свою точку зрения на этот счет, что в 1991 году мы приняли решение дальше идти не по социалистическому пути, а по капиталистическому. В рамках этой модели хозяйствования государство практически не занимается тем, что открывает новые бизнесы. Новые бизнесы открывает бизнес, то есть частный капитал. Поэтому, в том случае, если мы рассматриваем государство на частное партнерство, то мы должны понимать, что если государство участвует в каком-то бизнесе, это накладывает на него очень серьезные ограничения, потому что нужно строго работать по федеральному законодательству и проходить огромное количество попутных согласований, прежде чем ты приобретешь какую-нибудь заклепку, там приобретешь скрепку. Все это проходит по очень сложным забюрократизированным процедурам. В этом смысле частному партнерству намного легче. У него больше развязаны руки в плане того, как ему быть и как ему развиваться. Игорь, давай на конкретных примерах. Вот хочу взять во внимание эвакуаторы. В городе Симферополь наиболее животрепещущая, самая такая насущная тема. Сколько с этого имеет администрация? Сколько государство с этого имеет? Исключительно за постановку транспортного средства на штрафплощадку и его простой там. Сколько имеет частная компания, которая эвакуирует? 2002-2003 с транспортного средства. Какой смысл тогда в этом партнерстве, если государство и, как следствие, народ с этого не имеет ничего, а частное лицо снимает все сливки? Тут нужно говорить о налогообложении. Дело в том, что государство, оно поощряет развитие бизнеса. Почему? Потому что бизнес платит налоги. Налоги поступают в бюджет, и это позволяет финансировать расходы государственного бюджета. Вот за последнее время в Крыму открылось не так уж и мало новых бизнесов. Особенно много в сельском хозяйстве. Это и молочная ферма у нас открылась, и новые виноградорские предприятия и так далее. А вот я просто вам назову новые бизнесы, которые открылись в сфере промышленности. Это Евпатория, построен новый завод Евкабель. Севастополь. Открылся новый винный завод буквально в декабре прошлого года. Сейчас на севере Крыма в Красноармейской области открывается новый завод по переработке подсолнечного масла. Какой в Красноармейской? В Крыму. У нас в Красногвардейском районе, да? Совершенно верно, да. Я оговорился, в Красногвардейском районе открывается завод по переработке подсолнечного масла. И это то, что... Это частное, да, вливание? Да, совершенно верно. Это частное вливание. И огромное количество новых производств открылось в сфере переработки строительных материалов. Заводы газобетона, заводы производства цемента. Это то, что нужно для развития нашей бурно растущей в настоящее время строительной отрасли, для того, чтобы поддерживать вот эти крупные инфраструктурные проекты, которые у нас реализуются. И частному бизнесу это проще делать, чем государственному бизнесу. Или даже чем государственно-частному бизнесу. То есть в этом... Да, конечно. Добавить по поводу государственного частного партнерства то, что еще не прозвучало. Мы все вместе с вами живем в гражданском обществе. Что такое гражданское общество? Это треугольник, вершинами которого являются с одной стороны власть, с другой бизнес и общество. То есть получается, что государственное частное партнерство, вместе реализующие проекты, они должны быть направлены строго на восполнение социального потенциала региона, на решение социальных вопросов. Поэтому далеко не каждая компания может считаться вообще относящейся к такому партнерству. Светлана, я вот приведу пример. Заодно социальная бизнес-консультация, я воспользуюсь вашей. Вы говорите, что все должно быть направлено на нужды, по сути, общества, учитывать его интересы. Возьмем парковки в Симферополе, когда определенные территории и площади давали в аренду для подпарковки при условии благоустройства территории. Что мы видим? В лучшем случае нанесли какую-то разметку, которая через полгода стерлась. Все. Ни мусор, ни урны, ни клумба, ничего нет. Какое благоустройство? Человек пришел на ровном месте, денег срубил, государство и народ с этого, главное, ничего практически не поимели. И что? Какое же это партнерство? Вы знаете, сейчас очень интересный такой момент. Вы ругаете молоток, потому что он упал кому-то на ногу. На самом деле инструмент и то, как реализуется он, нужно разделять. Так может нам нужно найти человека, который умеет стучать молотком, а не будет ронять его? Желательно, чтобы тот, кто пользуется молотком, действительно понимал, для чего он нужен. Если мы говорим на сегодняшний день про реализацию государственного частного партнерства в городе, где мы все с вами живем, а также на территории Крыма, то те, кто берутся за такие проекты, они снимают сливки и действительно бросают это на полпути. Но здесь проблема не в них, а здесь проблема в том местной власти, которая подобные договора заключает. Я неоднократно консультировала компании, которые были готовы к государственному частному партнерству. Но по ряду причин, которые не всегда назывались прямо, эти проекты не были поддержаны властью, хотя они несли как раз острый социальный... В чем причина? Потому что сам инструмент, когда им пользуются, он проворачивается так достаточно, маховик, сложно. И когда в 2016 году закон уже вступил в законную силу, здесь еще по-прежнему далеко не каждый из чиновников, который был обязан им пользоваться, вообще говорил о том, что этот инструмент здесь работает. Сейчас ситуация меняется, и я хочу сказать, что, конечно, когда мы ждем благоустройства территории, то странным бывает закрытие компаний, которые обязаны это сделать. Но мне более странным является, почему не преследуют тех, кто эти компании владеет и также возглавляет. Потому что нарушение условий такого договора, оно на самом деле достаточно серьезно наказуемо. Но если вернуться к инструменту, то иногда у проекта нет другого шанса, кроме как быть реализованным в государственном частном партнерстве. Почему? Деньги инвесторов, они для государства выгодны, потому что они придут и дополняют те инструменты, которые у власти есть. То есть, например, предоставление территории в использовании, у власти такой инструмент есть, а бюджет может быть заложен там на 2026 год. И за счет прихода частного инвестора мы можем просто ускорить наступление того блага, которое мы ждем. Понятно, Светлана, то есть можно раньше реализовать. Игорь, если говорить о тех площадках, которые, по сути, может предоставить государство для инвесторов. Вот на сегодня у нас какие инвестплощадки мы можем предложить бизнесменам? Я, как экономист, очень жду, что в ближайшие два года или даже три года появятся так называемые индустриальные парки. Что такое индустриальный парк? Это территория, специально обустроенная, на которой создаются условия для открытия производств. Либо маленьких, либо средних. То есть, организатор индустриального парка, в нашем случае это государство. В Крыму строятся индустриальные парки в районе Феодосии, в районе Бахчисарая и в городе Герой Севастополь. Там организуются условия по созданию бизнесов, производящих бизнесов. А инвесторы, уже частные инвесторы, они в случае заинтересованности открывают там некое производство и пользуются теми благами, той организованной инфраструктурой, которая была для них создана. Вот, например, бизнесмен. Он на территории индустриального парка начал что-то производить. Ну, там, допустим, провода или какие-нибудь кабели или солнцезащитные очки. Он не заботится об услугах уборщицы, потому что это предоставляет ему индустриальный парк. Он не заботится о том, чтобы у него работал интернет. В случае, если интернет поломался, то он просто обращается в техническую службу индустриального парка, и ему все это делают, все это ремонтируют. Он получает подъездные пути, он получает всю инфраструктуру, воду и так далее, и так далее. Его задача только заниматься развитием собственного бизнеса и больше ни о чем не переживать. Вот это и есть, на мой взгляд, как в Крыму очень грамотно и хорошо в ближайшее время, дай бог, будет реализовано сотрудничество государства, как организатора площадки и бизнеса, который этой площадкой воспользуется. Многое сейчас зависит от грядущего Ялтинского экономического форума и ныне уже стартовавшего РИФа в Сочи. Кстати, его посетили, вернулись к этой теме, его посетили Башараса, сирийская делегация, и Мариля Пен тоже. Вот собираются, информация такая есть. Безусловно, отказа никого не было, их уже ждут. Но если говорить о уже таком уровне, говорит ли это о том, что Крым может рассчитывать все-таки на инвестиции зарубежные, а не только на те, которые предоставили бизнесмены российские? Крым может рассчитывать и уже получает такие инвестиции, потому что на сегодняшний день уже третий год подряд к нам приезжают зарубежные делегации на уровне именно бизнес-бизнес. То есть когда с точки зрения существующих ограничений и санкций, то, что касается власти, достаточно сложно реализуемые проекты, то бизнес во всем мире, люди, которые занимаются бизнесом, они друг друга очень хорошо понимают. Если есть совместная выгода, то проект будет. И вот я непосредственно участвовала в визитах делегаций, когда к нам приезжали делегации из Японии, из Германии. Это были предприниматели, которые заинтересованы в реализации совместных проектов, и такие проекты идут. То есть гораздо проще договориться на уровне общего полезного продукта и разделения выгод от его реализации, чем преодолеть те препоны, которые на сегодняшний день существуют на уровне регуляторных, скажем так, механизмов. Эрик, действительно, Игорь, если говорить о этих делегациях, многочисленных иностранных делегациях, среди которых были инвесторы и бизнесмены, люди, которые готовы работать с компаниями полуострова, с государством, тот же вспомнить Хендрик Вебер из Норвегии, который сейчас в Москве зарегистрировал фирму, действительно возит сюда туристов в Крым, на него сейчас оказывают давление. Его власти, власти его страны оказывают колоссальное давление, несмотря на то, что его фирма, по сути, она даже не зарегистрирована у нас на полуострове. Вот исходя из этой ситуации, готовы ли будут инвесторы хоть как-то даже краем быть связаны с нашим полуостровом? Вы знаете, мне кажется, что бизнес, в его стремлении получать прибыль, норму прибыли больше, чем безрисковая ставка, деятельность бизнеса в этом вопросе может быть просто неограниченной. Главное было бы желание, если есть на какой-то территории возможности, то они будут реализованы и получены за счет самых разных вариантов сотрудничества. Я в прошлом году работал как журналист на Ялтинском экономическом форуме, и я видел достаточно большое количество делегаций. Это были страны Африки, это были страны Азии, разумеется, это была Сирия. Все они видят возможность в улучшении и укреплении связей с Крымом. Игорь, ну взять, к примеру, сирийскую делегацию. Мы тоже беседовали с сирийцами. Чего они ждут? Они ждут участия России, они ждут строительных материалов из России, для того, чтобы все-таки восстановить страну. Они ждут непосредственно наших рабочих, наших специалистов. А выгода обоюдосторонняя ли в этом случае? Вы знаете, как я понимаю, это планируется строить и уже сейчас строится не на основании какой-то безвозмездной государственной помощи, которая в дальнейшем будет списана и потеряна. Это сотрудничество бизнеса, российского бизнеса с сирийским бизнесом, с расчетом живыми деньгами. Не будет каких-то подачек в адрес Сирии, потому что в случае, если Крым поставляет какую-то продукцию, допустим, строительные материалы, то это будет оплачено живыми деньгами. Что касается сотрудничества и углубления того, что Сирия может дать, допустим, Республике Крым, например, в Сирии крупнейшее месторождение фосфатных удобрений. И завод в городе Хомс по производству этих фосфатных удобрений, он уже восстановлен и поставляет продукцию. То есть Крыму нужны удобрения, в свою очередь. В Сирии нужна какая-то крымская продукция, это будет иногда бартер, это будут в большей части и мере расчеты живыми деньгами. Плюс сейчас в Сирии подорваны возможности для ведения полеводства сельского хозяйства. И, разумеется, в Сирии нужна продукция, зерно, пшеница, ячмень, которые будут поставляться с территории Краснодарского края или которые будут поставляться с территории нашего крымского полуострова. Дай бог, в этом году будет хороший урожай зерновых культур, уже сейчас по наполнению водохранилищ, уже сейчас по тому, как питаются озимые. Вот недавно была информация о том, что озимые очень хорошо за эту зиму сохранились. И в итоге, бог даст, в этом году будет получен достаточно внушительный урожай пшеницы и ячменя. Непривычно от экономиста слышать, бог даст, но тем не менее будем рассчитывать на это. Светлана, вот корпорация развития Крыма в рамках сочинского форума намерена подписать соглашение о сопровождении проекта создания первого технопарка в Крыму. На ваш взгляд, насколько успешно можно реализовать эту идею? Эту идею не только можно, но и нужно реализовать. И как Игорь уже затрагивал тему технопарков, это один из серьезных инструментов для подъема экономического потенциала региона. То есть у нас это все понимают, у нас созданы условия для того, чтобы это заработало. Теперь дело за малым, заключение инвестиционного соглашения и начало работы. Вообще современные подходы, связанные с концентрацией на одной территории профильных компаний, которые вместе взаимодействуют, ведет к тому, что в конечном итоге снижаются издержки на единицу продукции. То есть по сути это такой огромный рынок, где мы можем купить обувь, купить платье, купить костюмы, купить продукты, но только в промышленном масштабе. Это не торговая площадка. Кто-то производит, но это производственная площадка. Производственная площадка, совершенно верно. Там за счет инструмента конкуренции, то есть продукт становится все лучше из-за того, что это высококонкурентная среда, и снижаются издержки за счет того, что нет транзакционных издержек. То есть компания между собой взаимодействует. Плюс Игорь говорил по поводу интернет-доступа, как примера. То есть это очень выгодно для региона и очень радует, что такие площадки обсуждаются, разрабатываются и будут работать в Крыму. Но нужно понимать, что чем крупнее проект, тем больше занимает подготовительный этап. Очень часто ругают, что все это как-то медленно. Я могу сказать, с точки зрения своей профессии, все достаточно стремительно происходит. Ну и хочу, нас сейчас смотрят совершенно разные зрители, дать такой посыл крымскому бизнесу, что нужно быть смелее и ориентироваться не только на рынок своего региона и ближайших, скажем так, территорий, но и рассчитывать на то, что если нужно международное партнерство, то и продукт должен быть соответствующий. То есть к нему нужно относиться как продукт уже глобальной международной конкуренции. Но даже если крымские производители так относятся к своей продукции, я уверен, в большинстве случаев это все-таки так, то ценовая политика тоже об этом существенно заявляется. Потому что крымские продукты, даже у нас в Крыму, они стоят зачастую дороже, чем те, которые привезли с материка. Да, потому что у нас выше издержки. Издержки, связанные с горючим, с оплатой горючих и смазочных материалов. Кстати, продолжая тему технопарков, хочу обратить ваше внимание на то, что это очень интересный и гибкий механизм реагирования на изменяющуюся среду. Вот, допустим, город Москва. Завод ЗИЛ, машиностроительный, прекратил свое существование, не смог адаптироваться к новым реалиям, не смог найти избыт для своей продукции. На территории этого завода был создан технопарк под названием Москва. Сейчас там уже создано в рамках этого технопарка 5000 рабочих мест. Это очень много. И это сопоставимо с тем, сколько работало на этом автомобильном заводе. И сейчас в рамках этого технопарка несколько бизнесов производят какую-то полезную продукцию. Вот таким образом это действительно очень мощный и интересный инструмент, который позволяет некоторую территорию активно развивать и давать, и наблюдать по ней некоторый прирост по промышленности и по другим направлениям. Мы будем надеяться на то, что и Сочинский форум, и грядущий Ялтинский экономический предоставят нам подобного рода возможности. В Крыму будет действовать не один технопарк, а, соответственно, экономика, бизнес и государственно-частное партнерство у нас на полуострове будет развиваться. Господа, я благодарю вас за беседу, вам успехов в работе. Зрители, благодарю за внимание. Увидимся с вами завтра в это же время в прямом эфире программы «Вечер лайф» и обсудим то, что обсудим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова